Девушки отдыхают Здравствуйте, это молодежные новости Настя, ну что ты стесняешься? Там же наши друзья, родные, наши зрители Давай еще раз, только веселее и давай как-то свободнее, что ли Всем привет, с вами молодежные новости Это уже лучше, и как вы поняли, это начало третьего сезона И мы рады снова приветствовать вас И с вами сегодня Настя и Алиса И в этом выпуске вы увидите В этом выпуске молодежных новостей А корону А огромное количество подарочных карточек в разные магазины Тогда почему ты не участвовала в конкурсе Мисс Нарва? Ну весной у меня была учеба Настя, ну я готовлюсь к следующему конкурсу Ну а как прошел конкурс в этом году, нам расскажут Лена и Сандр СД Парти Радио, создай движение Ну что ж, здравствуйте, в эфире молодежные новости Я ее ведущая не только новостей, но еще и конкурса Мисс Нарва Елена Ситникова 23 августа, напряженный день, волнуются как участницы, так и я Вот тут кто-то, что-то мне пытается встунуть в голову Надеюсь, это не корона-победительницы В общем, все самое интересное в нашем репортаже Не пропустите, это конкурс Мисс Нарва 2014, финал Что такое финал конкурса на звание Мисс? Это такое увлекательное мероприятие, когда и без того очень красивые девушки Усилиями визажистов, парикмахеров, модельеров делаются еще красивее И очаровательно волнуя соревнуются за право называться самыми-самыми Во время летнего сезона этого года вновь был проведен конкурс Мисс Нарва Как и прежде, он проходил в несколько этапов, позволивших участницам с разных сторон показать свои таланты На этот раз конкурсанток было меньше, чем в прошлом году Однако, каждый из участниц финала, состоявшегося в ДК Ругадив Было достойно звания Мисс Города Конечно, красота – понятие довольно субъективное Да и не только красота девушек оценивалась в конкурсе Тем сложнее было членом жюри Который возглавлял заместитель председателя Нарского горсобрания Александр Ефимов Звание Мисс Нарва 2014 завоевала Елена Попова Ну как ощущаешь себя, расскажи Ой, невероятно Эмоции зашкаливают просто Титулов вице-мисс удостоились Виктория Михеева и Арина Егорова Ну что же, а я, как и обещала, в гримерке Об этом никто не знал, взяла и присвоила свой титул Мисс Моя Нарва Потому что я, Яну Гришков, второй год уже терплю в этой гримерке Крики ее, истерики Я привезла свою корону Подарила, чтобы она была такая же уверенная В следующем году третий раз пошла конкурс Мисс Нарва Я считаю, это заслуженно Девчонки, вы молодцы, расскажите коротко о ваших эмоциях Все было очень круто, все справедливо Молодцы Справились очень хорошо Нет, без слов, без комментариев Одни эмоции Диадему на голову победительницы возложила Мисс Нарва 2013 Дарья Николаева Которая, кстати, тоже входила в состав жюри Все финалистки получили призы Но самые роскошные, конечно, были приготовлены для Мисс Нарва Это кольцо с бриллиантом, золотая роза Многочисленные подарочные купоны и сертификаты от различных фирм Главным организатором конкурса, как и в прошлом году, был Игорь Коняхин Голоса жюри на финале Мисс Нарва 2014 Были распределены между участницами следующим образом Елена Попова, победительница, набрала 373 голоса Виктория Михеева – 366 Вторая вице-мисс Арина Егорова – 344 балла Владислава Кахно – 329 баллов Вероника Кумар – 322 балла И Яна Гришко набрала 308 баллов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о-о-оә! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-o-о-о-о-о-о-о-о-о-o-o-o-o-o-o-о-o-oh-o-o... Don't hurt your head, you need to miss the world Ищихся на канал, коло-o-о-о-о-о-o Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы вам сейчас покажем. И тебе смотри внимательнее. Продолжение следует... 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 Настя, ты что, переслушала «Серебро»? Да я просто расстраиваюсь, что меня не было в тот день на концерте. На каком концерте? Ты что, не знаешь, в Нарве был концерт «Серебра»? Реально, группа «Серебро»? Так и не только. С ними еще приезжали магниты слайдер с радио-рекорд. Да ладно! Да. На зло соседям и на радость друзьям. СД-партия. Это лето в городе Нарва выдалось богатым на события. Во второй половине летнего сезона состоялся уже ставший традиционным фестиваль «Нарва-байк», в котором приняли участие не только байкеры со всей Европой и России, но и простые люди, любители хорошей музыки. Нарвские красотки смогли проявить себя на втором конкурсе «Мисс Нарва». Ну а завершением летнего сезона, так сказать, вишенкой на торте, стал «Августфест», который прошел в Нарвской крепости 19 августа. Хедлайнерами мероприятия стала популярная группа «Серебро», хиты которых наизусть знают не только в Нарве, но и во всей Эстонии. Культурный центр «Женева», организатор праздника, всегда ответственно относится к вопросам организации проведения мероприятий и внимательно следит за модными веяниями. Помимо группы «Серебро», на мероприятии выступали известные российские диджеи «Магнит» и «Слайдер», являющиеся резидентами «Радио-рекорд». В новых обработках прозвучали их известные треки, которые взорвали танцпол. По традиции «Магнит» и «Слайдер» со сценой сделали памятное фото с поклонниками электронной музыки. Диджеи «Магнит» и «Слайдер» хорошо знакомы поклонникам танцевальной музыки в Нарве. Оно и понятно, ведь сигнал питерской радиостанции, как это ни странно, но местами доходит до нарвских просторов. Радио-рекорд иногда можно услышать даже в общественных местах. Опираясь на это, уже скорый приезд очередных звезд рекорда диджея «Космо» и «Скорбогатого» был ожидаемым, но от этого не менее приятным. Так что уже 11 октября в клубе «Женева» мы вновь станем свидетелями фееричного выступления. Завершить наш обзор хочется девизом «Радио-рекорд» – «Dance we love». А вы знаете, нам сейчас немножечко грустно, ведь это последняя съемка в нашем любимом клубе «Крузо». Как последняя? Настюш, ты что, не в курсе? Ведь клуб «Крузо» закрывается, и 13 сентября пройдет заключительная дискотека – закрытие клуба. А как же мы? Ну а что мы? Мы не стоим на месте, мы развиваемся дальше. И 1 августа на свет появилось наше детище. Первая молодежная радиостанция «Идовирума». А меня хоть пустят на последнюю вечеринку в клубе «Крузо»? Настя, к сожалению, 18+. С 1 августа на просторах интернета звучит первая молодежная радиостанция северо-востока Эстонии. Создатели телевизионных передач портала «СДПати» молодежной новости на последнем совещании перед уходом на каникулы утвердили решение об открытии молодежного радио. Была приобретена компьютерная и звуковая техника. В связи с тем, что команда молодежного портала расценивает данный проект как долгосрочный, был заключен договор с Союзом авторов Эстонии, который вступил в силу с 1 августа 2014 года. Молодежное радио получило лицензию. За две недели, прошедшие после начала вещания, команде энтузиастов удалось полностью настроить работу радио, создать мобильное приложение для прослушивания радио вне дома, а также полностью оформить эфир и придать ему свой образ. Над созданием собственных заставок трудилась как команда молодежных новостей, так и звукорежиссера из Латвии. Огромную помощь оказали директор «Круза» Андрей Вакарчук, который поддерживает «СДПати» с 2007 года, и диджей Алексей Цветков, который консультировал ребят в вопросах организации работы радио. Для работы радио был необходим мощный сервер. В этом помогла столичная фирма «Вейвком», которая предоставила порталу новый сервер совершенно бесплатно. Сегодня молодежный портал «СДПати» – это один из немногих проектов в Эстонии, который живет благодаря самой молодежи. На протяжении вот уже нескольких лет портал изготавливает собственные телевизионные передачи, обеспечивает работу радио и оказывает информационную поддержку молодежным организациям «Идавирума». Несмотря на то, что радио позиционирует себя как молодежное радио «Идавирума», в его работе принимают участие творческие люди из Латвии, России, а также из столицы самой Эстонии. Конечно, интернет-радиостанция имеет ряд серьезных ограничений. Она вещает лишь в интернете, поэтому для прослушивания радио вне дома было создано специальное мобильное приложение. В Эстонии IT-технологии развиваются огромными шагами, поэтому подобным проектам достаточно легко развиваться. С другой стороны, ни одна высокая технология или огромный бюджет не смогут дать жизнь проекту, если в нем не будет души. Именно искреннее желание молодежи создать что-либо, стремление к самовыражению и искренность дают возможность выйти за грани существующих шаблонов. А значит, вне зависимости от того, будет ли существовать этот проект через год или два, каждый из участников уже оставил след в истории «Идавирума» и внес весомый вклад в молодежную культуру всей Эстонии. В эфире главная молодежная радиостанция с северо-востока Эстонии. Ритм. Ритм. Почувствуй наш ритм. СД Парти Радио. Главная. Главная. Молодежная. А это значит «С днем рождения» нашего любимого финансового консультанта Кристина Сон. ХAPPY BIRTHDAY, DEAR KRISTINA. HAPPY BIRTHDAY TO YOU. Хорошо, что с первого раза. Настя, мы в кадре. Что ты делаешь? Я слушаю молодежное радио. Как ты его слушаешь-то? Вот теперь есть приложение на телефоне. А на айфон тоже есть? Скоро будет. Вот это да. И на прощание мы хотим передать привет всей нашей команде. И пожелать нам прогрессивного творческого года. А вам желаем оставаться в кадре. Идут на наши роли. Пока. Почему ты не попрощалась с сидезрителями? Вот так. Всему надо учить эту молодежь.